Сегодня и завтра последние тёплые дни в Красноярске и поэтому я решила их провести в лесу. Я пошла на прогулку по лесу, он находится возле моего общежития. Вот и я поснимаю, возможно, красивую, красную, тёплую природу, чтобы это было и осталось у меня в памяти эти прекрасные, последние, тёплые, солнечные дни. Вообще, я решила снять новый влог, потому что я давно их уже не сгибала, да, и я увидела у Лерочки Каменской неделю влогов и мне тоже захотелось что-то подобное снять. Вот. Поэтому это будет новый влог и начнём с прекрасной природы. Лес, в котором есть мусорки. Ещё есть лавочки, но не здесь. Возможно, сейчас буду собирать себе сухую траву какую-то в сухоцвет, которая у меня стоит... Чё-то кусается. Которая у меня стоит у меня дома. Я уже показывала в инстаграме и, возможно, вы видели в предыдущих видео у меня уже на канале. Вот. Так, развилка. Ну ладно. Вот так вот. Вот такие вот лавочки в лесу, чтобы вы понимали, насколько всё цивильно. На самом деле, экотропы в Гремячегриве, в Красноярске, это одно из самых популярных мест. Из наиболее популярных в Красноярске. Здесь очень много народу ходит. Особенно в такие последние тёплые дни, как сегодня. Вообще, сейчас у меня такой достаточно сложный период в жизни. Почему-то в один момент появилось много проблем. Из-за этого у меня достаточно плохое настроение. Вот. На учёбе постоянно уже с диплом, 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 диплом. Поэтому я решила вот так отдохнуть. Диплом. 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 Итак, сегодня уже следующий день. И я сейчас иду на эпиляцию. Покажу клинику, в которую я хожу. Вот у меня такой аутфит. Очень спортивный. Сегодня очень тепло на улице. Наверное, градусов 20. Ну, не 20. Сейчас градусов 16. А днём будет 20-22. Вот. И потом я пойду гулять. И посмотрим, куда меня перейдёт дорога. Я опоздала уже везде, где только можно. Попала в пробку огромную на свой час. И уже моё время сейчас. И я только иду. Вот. Не люблю опаздывать. Вообще, я просто... Просто не люблю. Такой район приятный. Домики такие панельные. Всё. Я уже подхожу и забегаю. Пришла за другую зубную пасту. Вот это... Блин. Вот это, короче, с гидрок себе апотитом. Я ищу именно себе с гидрок себе апотитом. Потом расскажу, почему. Тут выбор явно побольше. Сейчас буду тут искать. Видео на Дихансе. Дизайн вот как раз медового дома. И это офигенно. Сюда вставлю картинку, если я выйду. Но иду опять. Зашла в Зару. Посмотреть рубашки. Очень не хотела. Она вроде плотная, но не плотная. Масочки. Я, если честно, не очень люблю Зару, потому что она просто огромная. И я в ней всегда теряюсь. Очень милая маечка. Мне нравится вот эта вот штука. Как вам такой стилёк? Классная рубашка. Очень плотная. Прям. Мне нравится. С очками. Чукзак с ней приходит. Ха-ха-ха. Ещё вот такая вот. Прям тоже. Она такая уже тёплая. Прям. Не знаю. Как будто куртка. Рубавая. Хотя она очень нравится. Можно вместо куртки носить. Со свитерами, мне кажется. Настолько она тёплая. Я даже уже опарилась. Это, кстати, эска. Предыдущая была элька. Да. Зелёная была элька. А это эска. Она такая прям большая. Если брать эту большую, то она прям огромная будет. А мой размер, кстати, эска. Я в основном эска. Машу. Вот. Эта эска прям такая большая. Можно было бы, конечно, побольше, но тут больше уже нету. Вот так вот. Лучок такой. А вот такая вот бежевая. Она такая молочно-белая. Даже не бежевая, да. Молочно-белая. Это размер Э. Она такая же, как зелёная, только на размер поменьше получается. Цвет другой. Она уже маловато. Мне хотелось бы побольше. Элька прям вот идеальная была. Она меня посела. А эта маловато. Она тоже стильная очень смотрится. Эта чехла. Эта чехла. Эта чехла. смотрится на ноги просто. Эта чехла. 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 Не хочется ничего делать. Очень умело. Мои пальцы. О, просто. Вот. Мне хочется просто... Просто сидеть и нечего делать. Да, хотела рассказать. Я сейчас читаю книгу. Называется «Когда здоровое питание вредит». Я её начала читать буквально, наверное, неделю назад. Вот. В день уходит не особо много времени. Я отвыкла читать очень долгое время. И даже десять минут в день, допустим, для меня это уже успех. Вот. И вчера как раз вышло видео на канале Кати Конусовой тоже про расстройство пищевого поведения. Прямо вот так совпало очень интересно. Про... Забыл как называется. Не анорексия, а не булимия. В общем, про другую болезнь, которая затрагивает именно тему правильного питания. И когда люди настолько зацикливаются на правильном питании, что уже не могут просто без этого жить. И вообще исключают практически все продукты своего питания. И это, на самом деле, очень плохо. У меня в своё время был опыт. Такой негативный опыт, скажем. У меня было РПП. Но я его вовремя посекла. Так как я знала уже, ну, к тому времени достаточной информации про такие болезни, как булимия. И всякие расстройства пищевого поведения. То я обнаружила у себя симптомы ещё в начальной стадии. И вовремя их обрезала на корню. Вот. Поэтому я, наверное, сниму видео о том, как я вообще расправилась с этим. Что я делала. Что вообще стоит делать. Какие симптомы стоит у себя заметить. Если вдруг вы тоже что-то такое увидите, то вовремя это пресечь. И тогда вам не потребуется помощь психотерапевта. Потому что за тишиной стадии уже самостоятельно перебороть нельзя. Тут нужно обязательно уже обращаться к врачам. Вот. Поэтому я думаю, что очень актуальная тема будет в дальнейшем и сейчас. И нужно делиться своим опытом. Вот. Тем более, что прошло уже столько времени. Раньше я не хотела об этом говорить. А сейчас как-то всё нормально стало. Удачи! Удачи! Удачи!